Ну смотрите, про партнеров. Вот на самом деле, Носик ведь играет, да, Стэнли? Да, сейчас играет Носик. Да, вот там я вижу, да, Стэнли, ну потому что он такой брутальный, ну он сам бывший, в общем, как бы там, десантник, не десантник, то есть ну такой вот, понятно, что он может сыграть. Но мне кажется, что Бланш Прокофьева, да? Она все-таки немножко так вот после, может быть, телевизионных своих опытов, немножко такая вот фигура, ну что ты плачешь? У нас, по-моему, девушка некомфортно себя чувствует. Заберите ее, а то она, мне кажется, очень переживает. Я думаю, что мы ее показали зрителями, шанс ей дали какой-то, мучить не будем. Только не уходите, мы потом для Фейсбука сфотографируемся, если вы не возражаете. Конечно. Мне кажется, что все-таки это трагическая фигура, да, Бланш Дюго, а Прокофьева, она такая, ну она же актриса комическая по восприятию зрительскому, нет? Не приходится вам подлаживаться под партнера, под партнершу, когда вы играете? Посмотрите, когда, например, особенно когда в процессе выпуска, когда так вышло, что сначала я сыграла Стеллу, а потом Иванович, конечно, когда ты сам работаешь над ролью и учитывая, что мы с ней абсолютно разные. И, конечно, в мозгу происходили страшные совершенно взрывы и нестыковки, и при этом это интересно наблюдать со стороны, да, и ты понимаешь, что вот здесь вот с этим я категорически не согласна. А вот с этим, да, наверное, может быть. Надо отдать должное Ольге, она очень хорошая артистка, она труженик, она очень талантливая. И вот то, что с нами со всеми все равно так или иначе делает телевидение, приклеивая какой-то определенный ярлык, ведь, например, ну мы все время, всегда разговор сводится на себя, да, я опять про себя. Я могу про себя сказать, что, например, сыграв изначально вот в остановке потребования, которое, собственно, сделало меня как-то популярной, там, и после которой вот именно пошла такая телевизионная популярность, все равно некий ярлык я на себя повесила, и моя театральная жизнь, она гораздо богаче и интереснее. Вы все так говорите. Да, наверное, да, потому что действительно я понимаю, что кино – это бизнес, тем более телевизор – это бизнес, и кого-то там раскрывать и так далее. Зачем, когда подбирается по типажам, а еще, допустим, когда есть, может быть, некое несоответствие внутреннего и внешнего, и вот там ты подходишь под типаж героини, а вот ты подходишь под типаж такой вот, ну вот, ну не инженю, но вот такой вот что-то, да, и поэтому вот нет, на героине тебя уже не всегда поставишь, ну и так далее, так далее. Все равно все эти законы работают, помимо того, что, конечно, надо нравиться продюсеру, это кто спорит. Но вот тут, мне кажется, с Ольгой опять вот судьба сыграла злую шутку, да, из-за известной всем и любимой всеми Жабы Аркадьевны. Да, из «Мои прекрасные няни». Да, где она прекрасно существовала. Она, безусловно, очень талантливая, острохарактерная актриса. Но тем и выгоднее, интереснее быть острохарактерной артисткой, потому что на самом деле, если ты не урод, то ты можешь сыграть все. И то на самом деле, да, ведь сцена вообще вещь волшебная. На сцене такие происходят преображения, когда человек в жизни, я знаю, я не буду называть таких актрис, но я их знаю, когда в жизни ты смотришь на человека, ну, думаешь, господи, несчастная. И потом она выходит на сцену, и ты понимаешь, что это какое-то, ну, это волшебство. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».